Прокуратура Чувашия внедрила новую форму работы с гражданами. Прием с помощью видеоконференц-связи. Соответствующее оборудование установлено во всех районных прокуратурах и заявителю достаточно обратиться по месту жительства, предварительно записавшись. Еженедельный прием руководителей Республиканской прокуратуры при этом не отменяется. Подробности можно узнать на сайте ведомства. В России в несколько раз увеличили штрафы для водителей, катеров, яхт, моторных лодок и других маломерных судов. Такие изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях. Если раньше за вождение без прав штраф составлял до 1000 рублей, то теперь такое нарушение может обойтись в 15 тысяч. Вместе с нашей съемочной группой представители инспекции по маломерным судам вышли в рейд. О том, пришлось ли пополнить казну Ольга Пырочкина. Инспекторы по маломерным судам Михаил Мамутин и Сергей Аршинов выходят в рейды каждый день. В этот раз на их борту на два пассажира больше. Мы с оператором. Но если следовать характеристики плавсредства, закон мы не нарушили. С пассажировместимостью и остальным у наших героев все в порядке. Когда судовладелец высходит в плавание, даже если это представитель МЧС, у него с собой должно быть обязательно удостоверение на право управления маломерным судном. Так, какие еще документы? Судовой билет. Или его копия. Или его копия заверенная. Так. И спасательный жилет. Вот в близкой доступности, либо непосредственно на человеке. Проверяем все вышеперечисленное у тех, кого встречаем на пути. У вас жилеты есть, конец Александрова есть. На воде, пожалуйста, внимательные детьми. Спасибо, спасибо. Удачи вам, до свидания. Пассажиры первой лодки продолжают прогулку. А вот следующему герою приходится свернуть рыбалку. У вас жилет спасательный далеко? В данном случае человек просто останется без улова. Подобные лодки не подлежат регистрации. Административная ответственность на их владельцев распространяется только в некоторых случаях. К примеру, если рыбак стоит на линии фарватера, это было бы нарушением правил плавания. В прошлом году за это полагался штраф до 500 рублей. С этого августа уже до 1000. Что касается плавсредств, которые подлежат регистрации, сильнее всего выросли штрафы по статье 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов. Вождение без прав, без бортовых номеров и другое. За эксплуатацию судна, подлежащего регистрации, не зарегистрировано в установленном порядке, а рамос неисправности, без которым запрещена его эксплуатация, здесь уже штрафная санкция от 15 до 20 тысяч рублей. Серьезные штрафы или сознательность граждан стали тому причиной, но в этот раз ни одного серьезного нарушения инспекторы не зафиксировали. Судовой билет удостерена права управления. Все замечательно. Заметил, 14 сентября 2019 года у вас подходит к сроку удостерена права управления. Не забудьте, пожалуйста, заменить его. Хорошо, спасибо. Удачи вам на воде. Ольга Пырочкина, Валерий Жизюков, Республика.